Время Отца и Сына, Святаго Духа, с воскресным днём у вас, с причастием причастников. Когда-то очень давно, ещё до Рождества Христова, очень-очень давно, жил вот премудрый человек, который так и вошёл в историю с вот этой приставкой «Премудрый». Этот человек с приставкой «Премудрый» был Премудрый Соломон, сын царя Дабита. Когда он венчался на царство, Господь сказал «Проси от меня, что ты хочешь получить?» И он не попросил ни богатства, ни славы, ни величия, ни мужества. Он попросил у Бога премудрости. И Господь ему сказал «Коль ты попросил самое главное, а всё остальное тебе с премудростью просто естественно отойдёт. У тебя будет и богатство, и слава, мужества». Но самое главное, ты будешь премудрым, так как ты это попросил. И поэтому уже сколько, сколько, уже не веков, а уже тысячелетия прошли, а этого человека мы знаем, как премудрого. Мы даже иногда употребляем такое выражение «Соломоновое решение». Что такое? Это же значит, вот самое мудрое решение, которое должно быть. Он жил ещё до Рождества Христова за много сотен лет. Но вот в 20 веке жил другой человек, который, как ни странно, даже в церкви отношений не имел. Это великий учёный Эйнштейн. Слышали такого? Слышали. И вот, как ни странно, тот библейский человек и этот не церковный, но человек науки вдруг приходят к одному и тому же понятию. Премудрец Соломон в своей книге «Экклезиаст» вдруг говорит истину, главную истину, которую он познал в жизни. Суета-суета. Всё суета. Чего касается время и в конечном итоге итоги смерти. Всё это суета. И он перечисляет. Мудрость – это суета, потому что мудрость умирает вместе с человеком. Богатство – это суета. Наслаждение – тоже суета, потому что проходит пик наслаждения, наступает в любом наслаждении, похмелье наступает. «Всё суета». Он говорит, я испробовал на земле всё. В числе прочего он даже употребляет, казалось, для нас непонятное такое слово. Он в числе прочего называет даже добродетель суетой, потому что он говорит, и добродетельный умирает так же, как и грешник. Всё суета. А в чём же Эйнштейн похож со царём Соломоном? Главная тема Эйнштейна, которую он дал этому миру – теория относительности. Всё относительно. И в связи с этим, в связи с тем, что всё относительно, ничто не может быть совершенно ценным в этом мире. То есть он как бы научным языком повторяет то, что сказал премудрый Соломон. Всё относительно. Тебе кажется, что сейчас вот это самое главное в твоей жизни. А вдруг жизнь идёт дальше своим чередом, и твоё главное становится пустым, ничтожным. Рассыпается. У тебя прямо в руках. Вот здесь говорят, лучше синица в руках, чем журабры в нем. Иногда эта синица прямо в руках рассыпается. Всё относительно. Всё ничтое. Всё суетно. И, казалось бы, один и другой говорят о какой-то крайней точке пессимизма, если всё, всё в этом мире ничтожно и временно, то теряется смысл этой жизни. Смысл этой жизни просто не находится, потому что всё теряется. Но вдруг премудрый Соломон в своей книге «Экклезиас» говорит, вдруг он говорит заключительные слова. «И это суета, и это суета, и это прах и тлен, и это потеряется, и это рассыпется». И вдруг в конце он говорит «Итак, живи и Бога бойся». Потому что в Боге смысл. А какой смысл в Боге? Потому что только Бог обладает вечностью. Бог – это вечность. А всё, что не вечность, – это тлен. Даже добрые дела. Ты сегодня построил храм или монастырь, а завтра тебя уже забыли. Всё рассыпалось. И не будет ни храма, ничего. Всё рассыпется. Суета-сует. Только в Боге вечность. Оказывается, даже церковные люди иногда живут, им кажется, церковной жизнью. И их ценности даже церковные рассыпаются. И в этом участвует Бог. Чтобы они поняли, в чём смысл только в Боге. Вся земная часть – это всё относительно, всё время, всё подвержено временем. Наша цель церковной жизни – переформатировать свою шкалу ценностей. Поставьте главное на первое место. Всё остальное присутствует в этой жизни. И благословлено Богом. И брак, и чедородие, и строительство домов. И хорошая работа. И даже хорошая машина благословлена Богом. Если у тебя на первом месте стоит Бог. А всё это во вторую, в третью часть благословлено и допущено. Господь говорит такие слова. Просите и дастся вам. Мы иногда даже молимся, чтобы корова выздоровела. Ну куда же? Земные просьбы такие. И выздоравливает. Или не выздоравливает. Но мы не приходим в отчаяние, потому что... Если у нас приоритет ценности правильный. У меня на той неделе приходил сын с войны. И знаете, он мне сказал. А у нас неверующих нет на передовой. Все верующие. Смерть всё переформатировала. Что для тебя ценно? Вот это? А через пять минут тебя убили. И что? Выброси. Вот за это ты схватился. И вдруг мёртвая рука рожалась у тебя. И ты уже не держишь. Всё стоит так. И вдруг там приходит понимание жизни. Понимание жизни такое, которое даже у церковных людей иногда не бывает. Церковные люди тоже что-то планируют, планируют на завтра, на послезавтра откладывают. А уже сегодня их может не быть. Как евангельский сюжет говорит про богача, который наложил себе богатство на 30 лет. И говорит, ешь, пей, душа, веселись. А на Господь к нему ночью приходит, говорит, безумный, что ты сегодня ночью умрёшь. А твои дети потом у адвокатов передерутся, будут делить наследство. Кому ты это оставил? Ты им наследство оставил? Или искушение, которое их перессорит? Всё относительно. Всё зыбко. И ещё раз я возвращаюсь к царю Саламону. Что главное? Итак, живи и Бога бойся. Бойся это по-ветхозаветному. А по-новозаветному люби Бога. И бойся Его оскорбить. Бойся Его потерять. Бойся потерять с Ним отношения. Вот это новозаветный страх Божий. Живи и Бога бойся. Всё остальное возможно и должно, но всё остальное это второстепенно, потому что всё идёт в могилу в храм. Бога нашему слава, всегда ныне пресной и великой любовь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...